Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает еще один супер насыщенный на макроэкономические события день. В 12.00 по GMT ожидаем заседание Банка Англии. Далее в 13.15 заседание Европейского центрального банка. Через 15 минут после этого в 13.30 традиционный для четверга блока макроэкономических данных из США. Прежде всего это первичные заявки на пособие по безработице. Но на этой неделе также на это же время выпал отчет по ровничным продажам, что дополнительно поможет нам оценить потребительскую активность и прикинуть уже в принципе, что стоит и можно ожидать от показателя по инфляции в последующие периоды, потому что розница потребителей безусловно влияет на данные по индексу потребительских цен. В 13.45 состоится пресс-конференция главы Европейского центрального банка Кристин Лагар. Поэтому евро сегодня безусловно будет в фокусе внимания. Европейская валюта после вчерашнего обвала курса американского доллара явно сохраняет потенциал для развития восходящей динамики. И так просто скажу от себя, что если вы следите и за индексом доллара, и за главным валютным риском, у вас наверняка уже есть четкое представление, как может повести себя евро до конца этой недели. Но если вам интересна моя точка зрения, я думаю то, что пара евро-доллар всерьез нацелена на движение в район прежнего психологического сопротивления 1.10. Давайте по порядку. Индекс доллара 102.57. Наша задача максимума, которую мы ставили на эту неделю, выполнена, поскольку мы протестировали успешно поддержку 103 пункта и оказались ниже. Безусловно, всю неделю мы следили за отчетами, готовились к заседанию Федеризирования. У нас был свой план, как и что может произойти, какой риторики может придерживаться американский регулятор, и как все это должно было отразиться на динамике американского доллара. Индекс потребительских цен, напомню, что снижение в прошлом месяце в США с 3,2% до 3,1%. Вчера были даны по промышленной инфляции, здесь еще более серьезные снижения с 1,2% до 0,9%. Прогноз предполагал, что показатель останется в районе единицы. Базовый индекс потребительских цен снизился с 2,3% до 2%. И если просто сложить именно факты замедления основного индекса потребительских цен и промышленной инфляции, понятное дело, то что до заседания Федрезерва буквально за несколько часов у регулятора появилась куча новых обстоятельств, которые нужно было принять к сведению и признать то, что в таких условиях придерживаться жесткой риторики было бы глупо. И собственно мы дождались заседания американского регулятора, ставку оставили на прежнем уровне 5,5%. Здесь можно остановиться и сказать, что даже если бы после этого не последовало бы пресс-конференции, мы все равно нашли бы в факте решения по ставке на отметке 5,5% доказательства подтверждения того, что ФРС придерживается постепенно, начинает придерживаться мягкой риторики, либо начинает обдумывать возможность смену курса денежно-кредитной политики, потому что ставку сохранили на прежней отметке уже третье заседание подряд. И конечно же это уже доказательство того, что американский регулятор официально, ну хорошо официально, словом опустим, завершил цикл повышения процентной ставки, даже не объявляя об этом официально. Ну хорошо то, что на пресс-конференции мы получили прям комбо от Павла относительно того, что действительно теперь все будет иначе. Риторика очень сильно изменилась, кому интересно, есть, я думаю, что на просторах интернета прям тезисно протоколы его выступления, их можно сравнить даже с тем, что было сказано им, например, на прошлом заседании. Но что мне лично нравится из его тезисов как продавцу доллара? Во-первых, то, что Паул признал, что ставка уже достигла ограничительного уровня, и как он выразился, то, что лишь присутствует небольшая вероятность того, что американский регулятор может вернуться к дальнейшему повышению ставки. Но это завуалированный, по сути, отказ от дальнейшего повышения, я думаю, вы это прекрасно понимаете. И что касается идеи снижения ключевой процентной ставки, Паул отметил, что этот вопрос обсуждается. По крайней мере, голосующий член американского регулятора уже обдумывает возможность перехода к мягкой экономической политике. Я думаю, друзья, нам смело можно ждать уже мартовское заседание и рассчитывать на то, что первое снижение ставки произойдет именно в этот период. Доллар не устоял под натиском, опять же, такого давления и в итоге торгует сейчас поближе к уровню уже 102.50. Мы получили очень много важной информации от Федрезерва. Большое спасибо, но нужно понимать теперь, что при таком фундаментальном фоне мы средне-долгосрочно пойдем, разумеется, вниз на уже тестирование поддержки 100 пунктов. Но поскольку за последнее время мы наблюдали уже значительное снижение курса американского доллара, возможно, коррекция, откат, но он, скорее всего, будет временно. Поэтому я долгосрочно удерживаю шорт и теперь рекомендую вам смотреть, друзья, вместе со мной на тестирование следующего уровня поддержки 102 пункта. Поскольку мягкая риторика в каком-то формате все-таки была озвучена, 10-летние американские облигации, трежерис, рынок долга в целом обновили новые локальные минимумы, десятилетки снизились до отметки 3,96%. Это минимальные показатели с июля. Сегодня также активно снижаются двухлетние облигации, тоже нисходящая динамика. Все это подводим к идее того, что делать с золотом. Вчера, буквально после того, как ФРС объявила решение по ключевой процентной ставке, оставила на уровне 5,5%, индекс треничных настроений, за которым мы постоянно следим, снова обрисовал, обозначил очень интересные экстремальные значения. Это 30,70%. Конечно же, для меня это выступило триггером на открытие длинных позиций по золоту. Сегодня 30,70 см сохраняется, золото торгуется уже в районе 2030 долларов за тройсконцию. И при такой динамике я почти уверен, что следующим ориентиром для золота может стать сопротивление 2,50 и потенциально выше. По другим финансовым активам британская валюта против доллара 1,2637 мы приближаемся к нашей цели 1,27. Даже несмотря на выход слабых данных по экономическому росту, в октябре ВВП снизился на 0,3%, промышленное производство просело на 0,8% в прошлом месяце, в данном выражении снижение с 1,5% в данном целых 0,4%. Но объективно статистика плохая. И на этом фоне можно было бы увидеть британскую валюту ниже. Но значительное ослабление курса американского доллара не оставило, собственно, шансов. И покупатели перехватили. Инициативу правильно сделали. Это идеальные условия для того, чтобы пользоваться возможностью. И они это, собственно, использовали. Что касается текущего решения Банка Канады, очень непростое. Во-первых, мы видим то, что инфляция очень сильно отстает от цели. Но при этом мы видим, какое серьезное давление сейчас оказывает на экономику высокие процентные ставки. Я бы не хотел сейчас оказаться на позиции Эндрю Бейли, который возглавляет британский регулятор, поскольку сегодня, опять же, любое решение это будет выбор меньшего зла. Но в любом случае мы все-таки настраиваемся на то, что Банк Англии будет придерживаться более жесткой иторики, потому что ни в коем случае нельзя сейчас менять ставку и даже намекать рынку о потенциальном смягчении, поскольку инфляция остается почти вдвое выше целевого института. Даже более чем в два раза превышает значение. Ждем продолжения бычьего ралли и движения выше отметки 1,27. По австралийцу, друзья, поздравляю, мы достигли нашей цели 0,67, текущей котировки 0,6713. Помогли австралийскому доллару данные по рынку труда, поскольку общая занятость выросла на 61,5 тысяч. Это существенно выше прогноза, который предпогал рост на 11 тысяч. Вкупе еще со снижением курса американского доллара идеальная условия для развития восходящей динамики. Те, кто еще не закрывал позиции, можно смотреть уже и повыше на движение в район отметки 0,68. Пара евро-доллара 1,09. Ждем заседания Европейского центрального банка и потенциальное движение. Главный валютный риск уже к сопротивлению 1,10 тоже вполне реально. И рынок нефти чуть ниже 75 долларов за баррель. Вчера нефтянки, безусловно, помогли данные по запасам нефти, поскольку они снизились на 4,25 миллиона. Но завтра очень серьезные испытания. Это данные по промышленному производству с троничным продажам Китая. Если статистика снова разочарует, то тогда нефтянке придется оказаться на новых локальных минимумах. Это нам и нужно. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!